Начальник Восточно-Сибирской железной дороги сразу просит рассматривать развитие БАМа и Транссиба как перспективный проект государства. Вторая колея, которую будут строить, поможет увеличить провозную способность на железной дороге до 180 миллионов тонн груза. Развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта – это не прихоть российских железных дорог, а потребность государства в обеспечении транспортной доступности субъектов Российской Федерации. Развитие транспортной инфраструктуры всегда способствует экономическому и социальному развитию территорий, созданию дополнительных рабочих мест и, как следствие, росту благополучия населения. 500 рабочих мест появятся сразу после строительства второй ветки Транссиба. Основная задача – это создать для людей нормальные условия жизни, чтобы у людей была работа, чтобы у людей был доход, чтобы у людей была развита социальная инфраструктура вокруг. И это не только в Улан-Удэ или где-то, но и на территориях, прилегающих к Байкалу. При этом, безусловно, мы говорим о том, что любая жизнедеятельность не должна быть в ущерб экологии, но и при этом безудержное экологическое стремление не должно быть в ущерб людей. Больших объемов рубок, лесных насаждений точно не будет, говорят в Министерстве природных ресурсов. Вторую колею будут делать по действующей насыпи, так что размеры возможных вмешательств в леса будут ничтожно малы. Как крупный транспортный объект БАМ давно сформирован, и за десятилетия работы никаких негативных воздействий на природу Байкала не оказал. Экологи тоже поддерживают проект. Государственная экологическая экспертиза не исчезает, как ошибочно считают многие. Она отменена только на особо охраняемых природных территориях. Это все послабления, они тоже до 31 декабря 2024 года действуют. Потом все вернется в освоясь, и никаких там послаблений не будет. Ни в части государственной экологической экспертизы, ни в части сплошных рубок, ни в части перевода земель лесного фонда. То есть это все временное явление на период реализации национальных проектов. Новая колея, которая появится на БАМе уже через 4 года, увеличит рост транзитных перевозок контейнеров в 4 раза. Время их доставки с Дальнего Востока до Запада России хотят сократить до 7 суток. Мария Латышева, Вячеслав Батуев. Новости дня.